Вот скажите, те люди, которые уже готовы следовать, резонирует эта информация, вот мы делаем те правила, которые Вы огласили на соборе «Золотой век», введение правильного образа жизни, читаем книги. А как Вы видите общую цель и задачу нашего как единого оргкомитета, единого организма? Что мы глобально и какими методами должны сделать? Ну, в первую очередь, понимаете, ну, те, кто действительно решился уже пойти невеста куда, зачем? В первую очередь, должно у Вас уже само понимать, действительно настоящее понимание, что Вы проникли и не поняли. Не то, что Вы согласились, одно дело согласиться с чем-то, а другое дело осознать. Как понять, согласилась я или поняла о чем-то? Вы знаете, информация, которая, она уже строится, просветление знаний, возникает определенное ощущение. Возникает своеобразное такое состояние, когда Вы, вот, каждый клеток у Вас начинает резонировать и реагировать, и даже, знаете, у каждого там, как бы, мурашки поделал, там, потоки начинают идти. То есть, когда просветление знаний происходит, происходит открытие генетики. Сейчас побежали. Когда такое происходит, это обычно сигнал, что информация проникла на уровень генетики. Что это означает? Ведь информация, она не просто сообщение чем-то. Это в одно время. Оно есть на сообщение, человек пропускается через себя, и оно становится отпечаток, и меняется самого человека. То есть, человек изменяется. Вот когда это происходит, и возникает это понимание, проникновение информации и осознание этой информации, и возникает вот это просветление знаний. То, о чем наша вера, то, что переводится в свое слово вера, просветление знаний и есть. Когда человек не просто, так сказать, действует слепо, а когда он действует, полностью осознавая, зачем и почему. Это первое. Но, к сожалению, многие люди, они думают, что они все поняли, потому что, прочитав быстро и просмотрев что-то, или, хватив что-то, так вот, о, мне это нравится, резонирует, это не насущается. Должно быть действительно понимание на уровне генетики возникло такого. И не потому, что я хочу, чтобы все с таким упоением читали мои книжки. Нет. К сожалению, если вы хотите понимать, то действительно без этого понимания не может быть. Кроме того, что я понимаю. И правильно, как работать с вашими людьми? Правильно, главное, не довязать это, типа, читаю, не бизнес, не помню, все равно буду читать. Нет. То есть останавливаться? Останавливаться. Потому что там ничего сложного нет, просто иногда, во-первых, мозг не может питать больше преданавливаемой информации. И носить его больше, сильнее, не нужно. Просто вы дошли, что-то, переосмыслить, иногда вам может быть вернуться несколько раз. Вот не спешите, пока у вас не произошло понимание, двигаться вперед не нужно. Потому что там все изложено по ступенькам. То есть там нет, что, типа, это не как книга про вампиров, типа, пользуйся такой. Нужно прочитать до утра книгу, вот и тогда поймешь, как вампир. И там кто взял, перевернул, последний столицу прочитал, пока нужно чеснок взять, да? И сделать. Здесь такого нет. Рецепт чеснока, как ни, казак, ни нет. Чеснок распаял по всей книжке. Так и что же мы должны, вот как единый организм, общий, глобальный, да? Сначала мы должны понять о себе. Если он понял, прекрасно. Потом, допустим, дальше, допустим, любого человека, с моего точки зрения, если он понял, желание другого человека должно быть помочь кому-то. Даже прижим, по всей мере своей, так? Попытаться им, пока что по ней увидели, стали единомышленными с вами. И так вот, то есть, понимаете, это единственный способ, когда действительно можно достичь просветления. Навязать кому-то, можно силы заставить, что все официально, только к советскому времену изучали эти самые съезды партии. Все садились тупо, писали что-то, не думая ни о чем, либо только отвязать, это не нужно. Да, ничего это не нужно, понимаете? Именно должно быть, именно, да, может быть испараться конфликт, но и даже и в семьях иногда, да? Поэтому действительно сегодня, вот, наверное, я бы предложил хорошую сию, что, а может, придут люди с своими семьями. Действительно, я считал, что кто хотел, пускай приходит, потому что люди должны даже понимать, если они идут, они все-таки часть семьи, и семья должна или поддерживать их, или не поддерживать. Если себя не поддерживать, человек должен выбирать, что ему важнее. Если он считает, что важнее быть семьей, он остается в семье, и тоже нормально. Если он считает, я говорю, он должен убедить их в том, что они неправы. Не всегда бывает, знаете, как, иная новая ситуация, большинство всегда право. К сожалению, далеко не всегда, большинство право. Так вот, иногда можно помочь другим проснуться, да, типа, есть прекрасный фильм в этом плане. В русском варианте, мне надо уже показывать по фильму, этот фильм по-третью, они живут среди нас. А в английском варианте называется «Акделить», то есть они живут. И вот там есть прекрасный момент, что мне понравилось, что этот рисок показал очень классно, то тот, который случайно, он вкнулся на очки и увидел, что это реальный мир вокруг, он свой друг говорит, слушай, ну, надень очки, надень очки, посмотри. Нет, идиоты, идиоты, и убийцы, когда берутся долго, это бьют друг друга, мутузят, разбивают морду в полном смысле слова, потом он все-таки силой напихивает, на очки поднимает. О, а что это такое? То есть, что это возьми? Почему нельзя, было. Естественно, это воздействие, чтобы этого не было. Ну, все попробуют, ну, да, ты видишь, они ничего не имеют. Такое тоже может быть, правильно? Но даже такое, понимаете, вот людей вот это вбивает, люди так действуют, и самое смешное, что люди не понимают, что, так сказать, спрятавшись, изолировавшись от всего и вся, думают, я никого не трогаю, значит, и тогда будет все в порядке. Не будет такого. Это самое одно. И просто вот я хочу, чтобы вы поняли, что, независимо того решения, которое вы примете, вот, сегодняшняя беседа, должны смотреть на одно понятие. Крайне их никогда не будет. Крайне их никогда, никого не знают. Все равно, чуть позже, чуть раньше, и так далее. Если кого-то устраивает, жизнь рабская, и что в будущем вообще уничтожено, по программе, вы знаете, что такое, что русского народа, в принципе, к концу столетия не должно быть вообще. Знаете, по программе, если что, к 50-му должен быть не более, сколько, 50-ти миндалов русских славян, да? 30-ти. Сколько? 30-ти. 30-ти, вот. Сложивание двух тонн. Газовый тонн. Вот и все. Вот так. Вы отстраивает такая оппозиция? Нет, конечно. Нет.